МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Олег Кожемяка будет участвовать в предстоящих выборах губернатора как самовыдвиженец. Это обезвездная задача. Без поддержки приморцев она вряд ли получится. Международный конгресс рыбаков стартовал в Приморье. Эксперты обсуждают возможности отрасли на ближайшие 15 лет. Конечно, это должны взять на себя ассоциации рыбопромышленников, которые есть сегодня и которые так или иначе консолидируют рыбацкое сообщество. Преподаватели и воспитатели получают поздравления. 5 октября – один из самых любимых и почитаемых праздников – День учителя. По этому случаю во Владивостоке прошло торжественное собрание. За этот год мы сделали очень много, благодаря пониманию родителей, администрации города Владивостока. Также в выпуске «Владивосток готов к зиме» почти на 100%. Впервые за долгое время закуплена новая снегоуборочная техника. И еще расскажем, фестиваль науки «Наука 0 плюс» охватит более 80 регионов России, в том числе заденет Владивосток. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Олег Кожемяка пойдет на выборы главы региона как самовыдвиженец. Об этом в Рио губернатора Приморья заявил лично. Он отметил, что хочет вернуть доверие граждан к власти и назвал это амбициозной задачей. Дорогие друзья, я принял решение участвовать в выборах губернатора Приморья, потому что сегодня доверие населения к региональной власти сильно ослаблено. А без доверия развитие края невозможно. Я хочу вернуть это доверие. Сделать так, чтобы наш край был успешным и процветающим. Чтобы в нем комфортно жилось людям и старшего поколения, и молодежи. Чтобы они видели здесь свое будущее, будущее своих детей, внуков, возможность жить и работать в этом прекрасном регионе. Отметим, законопроект о внесении изменения в избирательное законодательство сразу в трех чтениях принят депутатами Приморья на внеочередном заседании. Поправки позволят выдвигаться кандидатам на должность губернатора региона самостоятельно. Ранее выдвинуть свою кандидатуру на этот пост было возможно только от какой-либо политической партии. Во Владивостоке открылся 13-й международный конгресс рыбаков. Главная тема – рыбная отрасль, новый этап развития. В 2018 году отраслевой форум посвящен обсуждению тех возможностей и вызовов, которые ждут рыбную отрасль страны следующие 15 лет. Перед рыбацким сообществом выступил в Рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка. На форуме он поднял и злободневную тему перевалки угля, отметив, что арендаторам причалов будут выставлены отдельные условия. Он подчеркнул, что прежде чем перегружать уголь там, где живут люди, надо проводить общественные слушания, строить закрытые терминалы, заботиться о безопасности граждан. Тему продолжит Евгений Черемухин. Какие возможности и вызовы ждут одной из самых прибыльных отраслей России – рыболовство и рыбообработку в ближайшем будущем? Этот и многие другие вопросы сегодня обсудили представители рыболовецкого сообщества, ученые, политики, эксперты. А перед входом в зал, где проходит пленарное заседание участников 13-го международного конгресса рыбаков, разбита выставка «Экспозиция». Здесь каждый смог увидеть и даже попробовать плоды трудов дальневосточных рыболовов и рыбообработчиков. В данный момент мы представляем нашу продукцию, есть возможность ее продегустировать, то есть продукция рыбная, различная рыба, солянки, изготовленная нашей компанией. Мы представляем здесь возможность ее продегустировать, попробовать участникам, посмотреть, что мы делаем, как делаем. В этом году отраслевое мероприятие выдалось масштабным. Оргкомитет Конгресса зарегистрировал почти 600 участников, представляющих 10 стран мира и 13 регионов Российской Федерации. Организатором, как водится, выступило Федеральное агентство по рыболовству и крупнейшие рыбопромышленные ассоциации и бизнес-объединения. В их числе и Приморские ассоциации, например, Добытчиков Минтая, а также Союз предприятий морекультуры и многие другие. Сами участники уверены, для каждого предприятия в отрасли важно и полезно внедриться в это мероприятие, по вполне рациональным соображениям. Чтобы знали о компаниях, чтобы показать, чем занимаются, рассказать о новинках, что нового происходит в отрасли, может, о каких-то проблемах в отрасли рассказать, чтобы другие услышали и увидели. 13-й Конгресс рыбаков – мероприятие, безусловно, стратегического значения. А потому на нем выступил в Рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка. И именно он поднял болезненную для Приморья проблему – высокую стоимость рыбной продукции. Кроме того, Кожемяка заявил, что будет добиваться сохранения исторического принципа распределения квот для приморских рыбаков. Говорил со знанием дела, предлагал свою помощь в решении вопросов на самом верху. Конечно, должна быть взвешенная политика с долгосрочными перспективами, которая позволяет рыбной отрасли спокойно не, как говорится, находиться во время шторма от берега к берегу, шарахаясь, а идти ровно к намеченным целям, обеспечивая заработные платы рыбаков, обеспечивая жизнь поселков прибрежных. Ну и самый главный вопрос – это обеспечить население доступной рыбой. Конгресс будет продолжаться до вечера пятницы. Впереди участников форума ждут еще две глобальные панельные дискуссии. Последняя станет, пожалуй, наиболее актуальной до Приморья, ведь она напрямую коснется перспектив развития аквакультуры в крае. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. К этой зиме Владивосток готовится основательно. Глава Владивостока Виталий Веркиенко провел совещание по подготовке города к отопительному сезону. На сегодня готовность Приморской столицы составляет 98%. Отопительный сезон наступает обычно в последних числах октября. В первую очередь тепло поступает в учреждение соцкульбыта и в течение нескольких дней в квартиры гаража. Полностью к холодам готовы все муниципальные учреждения образования, культуры, здравоохранения. На все котельные города, включая островные территории, в рабочем режиме завозится топливо. К слову, ремонтная кампания на инженерных сетях в этом году стала самой масштабной за последние годы. В городе заменено свыше 15 километров тепловых сетей. Также во Владивостоке впервые разработана поэтапная программа ремонта. Обновляют и парк снегоуборочной техники. Из городского бюджета на эти цели выделено 100 миллионов рублей и закуплено 8 машин для уборки города летом и зимой. Еще 35 единиц спецтехники и 24 единицы навесного и рабочего оборудования город закупит в лизинг. В этом списке универсальный погрузчик, 6 тракторов с дорожными щетками, 3 навесные снегоуборочные машины, 5 автомобилей аварийной службы и другая техника. Кроме того, по поручению главы Владивостока, расходы бюджета на зимнее содержание города увеличены на 200 миллионов рублей. Тем временем, заявление Виталия Веркиенко об уходе с поста главы города официально зарегистрировано в Думе Владивостока. Это создает юридическое основание для объявления конкурса на замещение должности городоначальника. Подготовка к проведению конкурса может стартовать уже 11 октября на внеочередном заседании Думы Владивостока с момента прекращения полномочий мэра. Дума Владивостока должна принять решение по поводу об избрании нового главы города не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий главы городского округа. Таким образом, конкурсные процедуры и последующее заседание Думы Владивостока по избранию мэра должны состояться не позднее 5 декабря 2018 года. Нулевая ставка НДС для авиаперевозок начала действовать на Дальнем Востоке. Такая мера призвана снизить стоимость авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно. Сделать это направление более выгодным для перевозчиков, а значит увеличить количество авиакомпаний, летающих в дальневосточные регионы. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10%. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года. При таком раскладе российские авиакомпании смогут сэкономить до 10 миллиардов рублей в год. Напомню, вопрос о доступности авиабилетов с Дальнего Востока в Москву прозвучал на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 7 июня этого года. Сегодня из Приморья в Москву рейсы выполняют авиакомпании Аэрофлот, Россия и С-7, Санкт-Петербург, Уральские авиалинии. В августе на направление Владивосток-Москва вышла еще одна авиакомпания ИрАэро. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Учителя года назвали во Владивостоке, а также поздравили преподавателей с профессиональным праздником. Выйти на связь с космической станцией и пообщаться с роботами можно будет во Владивостоке. Всероссийский фестиваль науки стартует в Приморье. Тайфун Конгрей испортит погоду в Приморье на выходных. Основной удар придется на восточную часть региона. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Учителя года назвали во Владивостоке, а также поздравили преподавателей с профессиональным праздником. Выйти на связь с космической станцией и пообщаться с роботами можно будет во Владивостоке. Всероссийский фестиваль науки стартует в Приморье. Тайфун Конгрей испортит погоду в Приморье на выходных. Основной удар придется на восточную часть региона. 5 октября Россия вместе с мировым сообществом отмечает Международный день учителя. Торжественное собрание в преддверии праздника состоялось в Приморской краевой филармонии. Поздравляли учителей общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, а также воспитателей детских дошкольных организаций Владивостока. Также были подведены итоги конкурса «Учитель года». Подробности у Катерины Матвеевой. Добрые, умные, лучезарные. В зале краевой филармонии лучшие педагоги Владивостока. Некоторые из них отдали профессии больше 30-40, а то и 50 лет. И теперь принимают заслуженные поздравления. Я понимаю, что очень важно построить новые школы, детские сады, оборудовать классы. Но я понимаю, что те люди, которые занимаются образованием наших детей, должны быть счастливы. То есть нужно вкладывать и в них. Потому что только счастливый человек может сделать счастливым другого. Поэтому я либо коренным образом изменю систему и понимаю, что важно строить не только инфраструктуру, но и вкладывать и уважать труд учителя. Либо не буду за это браться. Благодарственные письма, грамоты, дипломы, памятные подарки – это лишь малая часть того, чего заслуживают педагоги. Ведь именно эти люди воспитывают и вкладывают знания юному поколению владивостокцев. Я работаю в образовании уже 51 год. Все годы, которые – это мое счастье. Дети всегда одинаковые. Просто учитель должен уметь найти подход каждому ребенку. И каждый ребенок, он талантлив. Мы должны этот талант в нем развиваться. Особое внимание в честь праздника воспитателям детских садов. Лучших из них наградили денежными премиями и дипломами. Воспитателями года были названы Ольга Помазуновская, Ольга Ольшанская и Людмила Ковришкина. За этот год мы сделали очень многое благодаря пониманию родителей, администрации города Владивостока. Помогла нам сделать ремонтные работы. Мы организовали платные образовательные дополнительные услуги. Мы заработали хорошие деньги за первый учебный год. Приобрели детскую игровую мелью, компьютерную технику. В завершении праздника прошла церемония посвящения в профессию молодых педагогов города. В этом году 103 учителя впервые начали вести уроки. Всего в Приморской столице работают 120 муниципальных детских садов и 78 школ. В них трудится около 5000 педагогов. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Между тем, любовь к знаниям прививают не только в школе. Всероссийский фестиваль науки стартует в Приморском крае 13 октября. Его тема в этом году – «Россия в мире, Россия для мира». Любой желающий может бесплатно посетить тематические мастер-классы, экскурсии в закрытые исследовательские и цифровые лаборатории, выйти на связь с Международной космической станцией, пообщаться с роботами, разгадать научные и интеллектуальные квесты. Фестиваль науки «Наука-0 плюс» – один из самых масштабных социальных проектов, который охватит более 80 регионов России. Основной площадкой мероприятия в Приморье станет Кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Отмечу, в прошлом году Приморье также принимало участие в фестивале. Тогда более тысячи человек – студентов, преподавателей и просто горожан посетили развернувшиеся во ВГУЭС интерактивные выставки. И если до фестиваля науки еще больше недели, то это не значит, что Владивосток не располагает другими образовательными площадками. В нашем городе большое количество мест и мероприятий, которые помогут и просветиться, и просто отдохнуть. И сделать это можно в ближайший уикенд. О том, куда отправиться на выходных, по традиции, в рубрике «Афиша» расскажет моя коллега Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Премьера в театре имени Максима Горького. Спектакль «Фрегат София» – это история о попытке взаимопроникновения двух разных культур – русской и японской. Действие разворачивается в 20-х годах XX века и начинается во Владивостоке. Главная героиня – София Васильевна Гнедых, молодая красивая учительница, руки которой добиваются многие, делает свой выбор. Выходит замуж за японского военного Цойоси Тагаки и уезжает с ним на его родину в неведомую и непонятную страну. Режиссер Вадим Данцегер начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. А любительский театр Аси Пароходовой представляет спектакль «История одного убийства» на сцене Пушкинского театра. В основу спектакля взят сюжет пьесы Робера Тома «Восемь любящих женщин». Рассуждение, фантазия на тему женских обид. Все героини открываются перед зрителем самых неприглядных сторон, где чувствуют себя некомфортно и, наконец, распустившись окончательно, теряют самое главное – любовь и веру в себя. Начало в 19.00, стоимость билетов от 350 до 500 рублей. Литературный проект «Кот Бродского» предлагает обсудить, чем живет подросток, с кем ему общаться, о чем читать и еще 100 вопросов без правильного ответа. Команда «Кот Бродского» внимательно следит за мировым книжным рынком и давно приметила серию годных книжных изданий, напечатанных специально для подростков. На площадке Центра молодежи «Приморья» четыре школьника расскажут о четырех подростковых книгах, а компетентное жюри выберет лучшего рассказчика. Начало в 19.00, фото «Свободный». Гала-концерт «Звезд шоу-песни» состоится на сцене «Феско-холл». Десять участников музыкального проекта исполнят уже ставшие любимыми песни и будущие хиты. Начало в 20.00, стоимость билетов от полутора до пяти тысяч рублей. Персональная выставка Константина Бессмертного открыта в залах Приморского отделения Союза художников России. Свой проект один из самых востребованных и популярных художников Юго-Восточной Азии назвал «Что виноват, кто делать», перефразировав известное произведение русского философа и писателя-разначинца Николая Чернышевского. В экспозиции представлены живопись, графика и инсталляция. Выставка продлится до 21 октября. Ежегодный байкерский фестиваль состоится на Центральной площади Владивостока. На протяжении пяти часов жители и гости города не только смогут увидеть около двух тысяч мотоциклов. Также их ожидает эффектное шоу. Уже 21 год мероприятие объединяет всех любителей двухколесной техники Приморья. Начало в 11.00, вход свободный. А в карт-центре примринга состоится первый этап осенней сессии чемпионата «Властелин кольца-2018». Начало в 10.00, вход свободный. На выставку продажу японских древовидных пионов из префектуры Симоне приглашает ботанический сад ДВО Ран. Императорские пионы превратят сад в сказочное место в японском стиле. Представлены более 20 уникальных сортов. Мероприятие проходит в рамках года Японии в России и России в Японии. Начало в 10.00, стоимость билетов от 50 до 100 рублей. В театре кукол дадут спектакль для малышей, музыкальную сказку «Заячья школа». Начало в 12.00, стоимость билетов 270 рублей. На спектакль «Огни Парижа» приглашает драматический театр Тихоокеанского флота. Скромный безработный учитель оказывается вовлеченным в детективную историю. Он думал, что спас обычную девушку от случайного хулигана. Но все оказалось гораздо сложнее. И обстоятельства складываются так, что тихому домоседу месье Амидею приходится играть роль криминального авторитета. Феерический сюжет в лучших традициях французской комедии положений. Начало в 15.00, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. А на сцене театра молодежи дадут спектакль «Капитанская дочка». Это инсценировка романа Александра Сергеевича Пушкина, в котором удивительным образом сплелись исторические факты, фольклор, предание очевидцев Пугачевского восстания и авторский вымысел. Начало в 18.30, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Концерт мужского академического хора из Южной Кореи, Корея «Мэйл Хорус» состоится в Пушкинском театре. В программе «Хоровая классика», «Духовная музыка», «Песни народов мира». Начало в 17.00, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. На программу «Карнавал животных» гастроли арастистов Российской государственной цирковой компании приглашает Владивостокский цирк. Программа порадует зрителей разнообразными и профессиональными номерами. Начало в 12.00 и в 16.00, стоимость билетов от 900 до 1800 рублей. Дети до трех лет могут посетить цирк бесплатно. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Также мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователи интернета. Сегодня говорим о самом-самом, что смотрели и репостили по всему миру. О необычном потолке в ресторане «Морском бои с тюленем». Покажем, как компьютерное искусство преображает напитки из музейного кафе. А также о непривычном пассажире, замеченном на дорогах Владивостока. Все подробности у Дмитрия Беломестного в рубрике «Топ-5». В сети набирает популярность видео, на котором запечатлен необычный потолок в греческом ресторане, расположенном в Костановарина. Большинство пользователей отмечают, что волнообразный потолок производит на них гипнотический эффект. Дизайнеры «Зафин» признали, что их целью было организовать вдохновляющую, непринужденную обстановку в заведении. Свою задумку они реализовали с помощью натянутой ткани, которая колышется на ветру, подобно волнам. И в продолжении темы моря. В интернете набирает популярность ролик, в котором запечатлено необычное поведение морского котика. У берегов Новой Зеландии каякер Кайл Малиндер получил пощечину от тюленя-осминога. Спортсмен рассказал, что они с друзьями, увидев, как животные дерутся, решили подплыть поближе и снять это на видео. На кадрах видно, как тюлень, держащий в пасти моллюска, всплывает рядом с лодками, а затем силой бросает его прямо в лицо Кайла. По словам Малиндера, в итоге победил осьминог, который прицепился к днищу лодки и таким образом спасся от преследования. Ничего особенного, просто видео, как лев едет в машине по улицам Владивостока. В соцсетях появился дикий ролик, где лев по-царски осматривает город. При этом едет спокойно на пассажирском сидении, светски выглядывая из окна. Офигеть! А вы говорите, джунгли, Таиланд, Таити. Владивосток! Второе видео не пролило свет на тайну льва в машине, напротив, и еще ее затемнило. Оно снято уже из салона машины со львом, с ракурса водителя. Ой, как-то страшновато с ним ехать. Надеемся, что со львом все хорошо. Но и с пассажирами тоже. Вы когда-нибудь видели 3D-тату? Американец Джесси Рикс делает трехмерные оптические татуировки. Чтобы добиться такого мастерства, парню понадобилось более 10 лет. И оно того стоило, ведь многие его работы – настоящее произведение искусства. Сейчас у него своя студия, а от клиентов нет отбоя. Запись на прием он открывает пару раз в год. Наша соседка Япония продолжает удивлять. В Токио открылся один из самых необычных музеев мира, заточенный под Instagram фото. Музей цифрового искусства. Уникальная экспозиция создана с помощью 520 компьютеров и новейших технологий. В некоторых комнатах посетитель может менять вид выставки с помощью телефона. Да и со всеми остальными работами можно вступать в контакт. Над всем этим работало более 500 художников. Удивляет, что даже в кафе-музее в чашке с чаем у посетителей распускаются цветы. Если у вас есть видео и фотоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp и может именно вы станете автором новостей. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Земля Леопарда отметит Всемирный день туризма спортивно-туристическим слетом «Зеленая зорница». Он пройдет на территории нацпарка 6 октября. Участникам туристического слета предстоит продемонстрировать знания правил поведения в заповедном лесу. На отдельных этапах будет проверена и общая экологическая грамотность участников. На слет земля Леопарда приглашает приморских школьников возрасте от 8 до 18 лет. Юным путешественникам необходимо собрать команду из шести человек и придумать ей название, подготовить боевую речевку и выбрать капитана, не младше 14 лет. Также обязательная регистрация по телефону, который вы видите на экране. Оценивать выступление команд будет компетентное жюри. Гости праздника также смогут посетить туристический маршрут тропой Леопарда и попробовать чай на травах. Облачный шлейф тайфуна Конгрей может задеть крайний юг и восточную часть Приморья. Об этом рассказал главный синоптик края Борис Кубай. Супертайфун будет поворачивать на север в направлении Корейского пролива. Там он окажется 6 октября, и главный удар стихии примут на себя Южные Японские острова и Южная Корея. В наших широтах продвижению тайфуна на Приморье будет противостоять циркуляция в тропосфере. 7 октября он выйдет на центральную часть Японского моря и к острову Хоккайдо, а к вечеру будет в юго-западной части Охотского моря. Проходя над центральной частью Японского моря, облачный шлейф тайфуна может задеть крайний юг и восточную часть Приморья. Здесь пройдут дожди разной интенсивности. Максимум осадков может прийтись на территорию от Преображения до Ольги. На этом участке возможен и максимальный ветер. Высота волн в Японском море может достигать 4 метров. Далее к новостям спорта. Хоккеисты «Адмирала» встречались с лидером чемпионата. Стадион «Строитель» обновился после капитального ремонта. Спидвейный клуб «Восток» стал чемпионом России. Все подробности у Максима Яковлева. Хоккейный клуб «Адмирал» у себя дома встретился с екатеринбургским автомобилистом. Гости приехали в статусе лидера чемпионата, не имея ни одного поражения со старта сезона. Приморцы же на льду фетисов арены победами давно не радовали. Но, несмотря на разницу в статусе, первыми счет открыли именно моряки. На четвертой минуте отличился Вихарев. «Адмирал» пробыл лидером недолго. В середине периода автомобилист сумел всего за 20 секунд забить хозяевам две шайбы и выйти вперед. Однако под самый конец 20-ти минутки все тот же Вихарев оформил дубль и сравнял счет. После перерыва гости прибавили в атаке и вновь вколотили две шайбы подряд. Теперь же «Адмирал» смог ответить только один раз. Голом отметился Александр Стрельцов. Увы, но в итоге приморцы не только не смогли догнать гостей, но еще и пропустили пятую шайбу в свои ворота, которые под конец решили оставить пустыми. 3-5 и «Автомобилист» продолжает беспроигрышную серию. Да, конечно, неприятно. Делать ошибки и пропускать много голов тоже не хочется. Хочется забивать много, а пропускать мало. Это нормальное явление, поэтому мы со всеми этим боремся. На сегодняшний момент все команды уделяют очень большое внимание обороне. Обороне, тактике игры, без шайбы, особенно, что важно касается наших ворот и т.д. и т.п. Но пропускать, скажем, при тактических действиях переголов, я считаю, что много. Следующий матч «Адмирал» проведет снова во Владивостоке. 5 октября в гости приедет клуб «Металлург». Стадион «Строитель» обновился после капитальных работ. Здесь появились современные зоны для бега, велосипедистов, а также игры в футбол и гандбол. Заняться спортом на свежем воздухе здесь может любой желающий. Вход на беговую и велосипедную дорожки свободный. Минифутбольное поле пока ограждено, потому как там работы еще ведутся. Стоит отметить, что на всех объектах были уложены подстилающие и выравнивающие слои основания из щебня. Поверхность была утрамбована катками, установлены бордюры, а дорожки заасфальтированы и прорезинены. Также здесь появились тренажеры, которые могут быть использованы для выполнения нормативов ГТО. К слову, несмотря на такие изменения, в зимний период стадион «Строитель» все также будет радовать горожан и ледовым катком. Напомню, обновлением стадиона по заказу администрации Владивостока занималась местная детско-юношеская спортивная школа единоборств, которая и будет следить в дальнейшем за состоянием объекта. Спидвейный клуб «Восток» стал чемпионом России. Во Владивостоке прошла последняя и решающая гонка командного чемпионата страны. За золото спорили турбина из Балакова и приморские спидвейсты. С самого начала гости взяли на себя роль лидера и постоянно набирали преимущества. Во многом переломить ход позволило использование так называемого «джокера». Виталий Котляр взял на себя роль спасителя и в особом статусе набрал шесть важных очков. После этого «Восток» стал набирать обороты и в итоге в плотной борьбе обошел турбину со счетом 52-41. Таким образом, Владивостокский клуб заработал для себя четвертое золото в истории. И это при том, что в этом сезоне наша команда отличилась самым молодым составом по стране. Второе место, соответственно, ушло Балаковской турбине. Бронза по итогу уехала в Тольятти к местной «Мегаладе». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Олег Кожемяка будет участвовать в предстоящих выборах губернатора, как самовыдвиженец. Об этом глава региона заявил лично. Международный конгресс рыбаков стартовал в Примурье. Эксперты обсуждают возможности отрасли на ближайшие 15 лет. Новый глава Примурья пообещал сделать рыбу доступной, а занятые москвичами причалы вернуть в регион. А также обрушился с критикой на рыбацкое сообщество, которое не может накормить дальневосточников доступной рыбой. В Владивосток к зиме готов уже почти на 100%. Впервые за долгое время закуплена новая снегоуборочная техника. Теплые слова и поздравления прозвучали в адрес преподавателей и педагогов канун Дня Учителя. Фестиваль науки «Наука 0 плюс» охватит более 80 регионов России, в том числе заденет Владивосток. Тайфун Конгрей испортит погоду в Примурье на выходных. Основной удар придется на восточную часть региона. На сегодня это все. Не что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. В этом найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Всемирный день животных отмечают на планете 4 октября. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. За последнюю четверть века биологическое разнообразие земли сократилось на треть. В нашей стране важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации. Приморье является ареалом для многих краснокнижных видов фауны, а биологическое разнообразие края уникально даже в мировых масштабах. На обитателей Уссурийской тайги, которые знают, что такое видеокамера и не боятся человека, смотрим вместе прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok